Весьма интересно, сегодня начало нашей покатушки. Перед вами город Новополск. Выбежаем к кольцу, поставленному машинами. То есть это люди, которые приехали сюда на машинах и оставили их. Для того, чтобы перейти понтон и добраться до рабочих мест. Мне, конечно же, не терпится показать его вам, не только на фотографиях, но и вживую, как это выглядит. Поэтому предлагаю попробовать это на своей шкуре. Забраться до Новополоска на велосипеде в августе 2021 года. Вот так вот это выглядит. Целестанцы за братки газом. Такой вот затяжной спуск крутой. Вот мы на мосту. Переходим его пешком, север положено. По правилам написано «влешиваться было». Сколько я насчитал, 19 таких понтонных групп перегородили. Западную длину. Вон видно, как ремонтируется мост. Очень похоже на историю 2022 года, когда я поступил в Новополосскую школу-гимназию и стал ездить в город Новополос на автобусе. Целый год я это делал до Копчево. После чего нужно было с пешком. Вот в этом году таким образом. Здесь все гораздо лучше оборудовано. Целый пост. Вот столько всего интересного можно рассматривать. Но мы взбираемся на горы и оказываемся в Новополоске. Здесь новые дорожки. Не терпится посмотреть что здесь. Вообще Новополоска как город спортсменов. Всегда отличался какими-то инфраструктурой, секциями, икейными, командными, футбольными. Здесь до ледяны, конечно, идеальные места для велодорожек. Здесь какая-то спортивная сделана. Такая вот классная инфраструктура появилась. С остановками, с лавочками какими-то, тренажерами. Я считаю, что тренажеры полная чушь вообще все эти тренажеры. Не конкретно здесь, а вообще везде. Каждое предприятие обязательно поставить по лавочке. Очень здорово. И этот факт. Очень здорово, что ли появилась такая вода дорожка. Не знаю, ну то есть дорожка. Понимаю, для всех. Прикольно. Просто катанем дорожку, посмотрим, откуда она ведет. Ну что я не прав, но пенсионеры занимаются в тренажерах. Ну, чего я и боялся. Недолго музыка играла. Буквально несколько километров была прекрасная дорожка новая. Она закончилась рядом с каким-то свадебно-развлекательным комплексом. И осталась вот эта вот народная тропа, которая здесь, наверное, была всегда. в крапиве, в кочках. Я, на самом деле, не знаю. Я ехал от моста, может, она там гораздо раньше начинается. Поэтому она может и выходит десяток километров. Но я поехал километры три-четыре, не больше. Что, конечно же, очень мало. Еще очень много городанного пола в улице Молодежной. И вообще вдоль реки, конечно, ехать очень приятно. Всегда большое внимание такие вот места в той же Литве. Как они вдоль каких-то водоемов спортивную инфраструктуру сделают. Наносят. Вот, дошла эта тема и до нас. Как обмерила двина. Вот такая вот, короче, просто мель. Смотрите, какой красивый участок. Последного повода, скорее всего, срезать в Акимань. Вообще замечательно. Вот так вот погонять на Велакима уже. О, полоск закончился. Уху! Это шикарное. Какая-то речка вонючка. Это по запаху. Ручейок. Уху! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...